Я тогда начну с небольшого претисловия, потому что мне так кажется, что наиболее интересная часть разговора у нас может состояться после того, как артисты сделают то, что они сегодня в состоянии сделать. Повод, мне кажется, важно начать с чего? Собственно, повод для нашей сегодняшней встречи мне представляется чрезвычайно знаменателем. 75 лет назад в этом доме Борис Леонидович Пастернак завершал работу над переводом трагедии Гаммы. Работа шла в течение всего 1939 года, начиная с зимы 1939 года и была завершена в самом начале 1940 года. То есть вот как раз в эти зимние месяцы работа подходила к завершению, тем более, что там было несколько этапов. Была переделка сначала сделанной работы, которая носила принципиальный характер для самого Пастернака. То есть он нашел свой собственный переводческий стиль в результате процесса работы над Гамлетом Шекспировским. И в чем мне видится эта значимость этого события? Прежде всего в том, что перевод Гамлета, это был первый пастернаковский перевод полной пьесы шекспировской, за которым потом последовали еще переводы ряда пьес. Перевод Гамлета положил начало появлению вот этого целого блока шекспировских переводов Пастернака, которые, на мой взгляд, сыграли вообще очень существенную роль в истории русской поэзии вообще и в особенности в истории русского перевода. То есть Пастернак перевернул новую страницу истории русских политических переводов и произошло это именно на шекспировских текстах, в его работе над шекспировскими текстами. То есть после того, как Шекспира перевел Пастернак, стало невозможно его переводить так, как еще казалось возможным до того, как к Шекспиру обратился этот поэт. То есть он задал некий совершенно новый уровень поэтичности в одном шекспировском текстах, после которого уже быть ниже этого уровня означает, для любого переводчика русскоязычного, означает быть абсолютно неконкурентно способным на таком фоне. И что с этим делать? Как дальше быть русскоязычным переводчиком? Это проблема, которую мы сейчас живем в тот исторический период, когда эта проблема стала, так сказать, в практическом, абсолютно в практическом выражении, повернулась по отношению к современным переводчикам. Что им делать? Один вариант сказать, после Пастернака вообще бессмысленно. И многие так и думают, так и делают. Считают, что Пастернак закрыл тему. После того, как Шекспира перевел Пастернак, уже бессмысленно пытаться обращаться к тем же текстам, во всяком случае, к которым обращался Борис Леонидович. Возможная точка зрения. Есть противоположная точка зрения. Вообще, надо сказать, что переводы Пастернака, они вызывают острейшую дискуссию до сих пор. И наряду с поклонниками его переводов существует множество противников. Причем противников, которые радикально считают, что вообще это неправильно. Пастернак, да, может быть, гениальный поэт, но переводить так нельзя. Никогда нельзя было и никогда нельзя будет. То есть это некий такой вообще каприз истории литературы. Это неправильно. Есть и такая точка зрения. И сейчас, слава Богу, эти мнения могут свободно сталкиваться. Так вот, почему я это все говорю? Потому что пастернаковские переводы Шекспира, они до сих пор находятся на острие литературной полемики. И сейчас эта полемика может быть как никогда актуальна. Она была актуальна, начиная с 40-х годов, когда стали только появляться его переводы. Но тогда эта актуальность была, так сказать, очень сильно замешана на проблемах, кого печатать, кого не печатать. То есть за всей этой полемичностью стояли живые судьбы живых людей. Это еще острее поворачивало всю эту ситуацию. Сейчас уже все переводчики, современники пастернака существуют в историческом прошлом. Мы можем как угодно их изучать и по-разному оценивать, и значимость каждого из них. Но проблема на сегодняшний день остается актуальной в каком плане? А как вообще и зачем вообще переводить Шекспира на русский язык? Эта проблема, ответа простого на этот вопрос не существует. Поэтому я намеренно задаю этот, на мой взгляд, очень сложный вопрос, пытаясь, так сказать, определить рамки разговора, который, надеюсь, у нас сегодня состоится после того, как мы, как наши актеры Театра студии «Горизонт» вместе со студентами актерского курса Московского гуманитарного университета, прочитают, эскизно сыграют композицию по пастернаковскому переводу Гамлета. Сам перевод, конечно, стал классикой, как и все пастернаковские переводы Шекспира, в том смысле, что пастернаков много переиздают его переводы, больше, чем чьи бы то ни были другие шекспировские переводы. Но при том, что он стал классикой, текст, особенно текст Гамлета, а Гамлет был особой пьесой из всех шекспировских пьес, переведенных Пастернаком, для самого Пастернака занимал совершенно особое место. Так вот, сам текст Гамлета, имеющий массу вариантов и разночтений, что является отдельной очень интересной историей, сам текст продолжает восприниматься, как бы это сказать, он, конечно, классический, в том смысле, что мы все знаем, что у Пастернака есть замечательный перевод Гамлета. Но, когда мы слушаем сам текст, он воспринимается, то есть в этом классическом тексте нет ничего спокойного, размеренного, безукоризненного. Вот в нем нет ничего безукоризненного. Такое ощущение, что чуть не через каждую строчку Пастернак предлагает нам придираться к его переводу, говорит, ну-ка, а как же, разве так можно переводить, разве так можно писать по-русски? Он сам говорил о том, что старался выбирать слова, которые бы заставляли читателя, которые бы зацепили его, покоробили, обратили бы какое-то внимание на себя. То есть текст Пастернаковского Гамлета продолжает нас вот так вот царапать, он не оставляет нас равнодушными и в этом смысле остается предметом для очень острой полемики. То есть текст во многих фрагментах у нас на слуху и кажется бесконечно знакомым, при этом он остается острым, живым и, ей-богу, поражающим своей неожиданностью, неожиданностью того, что позволял себе поэт в этом переводе. Поэтому то, что мы сегодня вам предлагаем, это, конечно, это и театральная интерпретация, то есть это определенный эскиз будущего спектакля, который вы сегодня, надеюсь, увидите в своем воображении через этот эскиз, вы сможете себе представить, какой это приблизительно предполагается в результате спектакля. В нем, конечно, заложена некая театральная концепция, но эта театральная концепция в огромной степени идет от интерпретации, которую вложил в нее переводчик. И в этом смысле я надеюсь, что этот текст прозвучит, этот бесконечно знакомый и любимый многим из присутствующих текст, прозвучит для нас как новый и неожиданный. Надеюсь, мы все это обсудим после прочтения композиции, которая займет чуть больше часа. А теперь я предлагаю все внимание переключить в текст, который этот текст нам сегодня представлен. Продолжение следует... 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 С ума, сказал я, ибо сумасшедший и есть лицо, сошедшее с ума, но по боку. Дельнее без искусства. Здесь нет искусства, госпожа моя, что он помешан, факт, и факт, что жалко, и жаль, что факт. Дурацкие обороты. Но все равно, я буду без искусства. Допустим, он помешан, надлежит найти причину этого эффекта или дефекта, ибо сам эффект благодаря причине дефективен. А то, что надо, в том и есть нужда. Что же вытекает? Я дочь имею, ибо дочь моя, вот что дала мне дочь из послушания, судите и внимайте, я прочту. Небесной, и да у души моей ненаглядная фиелия. Это плохое выражение. Избитое выражение. Ненаглядное, избитое выражение, но слушайте дальше. Вот. На ее дивную белую грудь эти и тому подобное. Ей это Гаврид пишет. Мир терпения, я по порядку, госпожа моя. Не верь в дневному свету, не верь в звезде ночей, не верь, что правда где-то, но верь в любви моей. О, дорогая Афелия, не в ладах я со стихосложениями. Вздыхать, поверки, не моя слабость, но что я крепко люблю тебя, о, моя хорошая, верю мне. Прощай, твой навеки драгоценнейшая, пока цела эта машина. Вот что мне дочь дала из послушания, а также показала на словах, когда, по времени и где, по месту, любезничала он с ней. Как приняла она его любовь? Какого мнения вы обо мне? Вы чести образец и преданности. Рад бы оказаться. Какого ж мнения были бы вы, когда, застигнув эту страсть в ее зачатке, а я ее, признаться, разглядел до дочери. Какого мнения были бы вы, государы, вы, государь, когда б я терпеливее бумаги сквозь пальцы стал смотреть на эту страсть и сделал сердцу знак молчания. Какого? Вы были бы мнения? Нет, я, например, немедленно сказал своей девице, лорд Гамлет принц, он не твоей звезды. И сделал тому не быть, и сделал ей внушение, замкнулся от его похвал на ключ, гнать посланных и возвращать подарки. Она меня послушалась, и что же? Он, отвергнутый, чтобы выразиться вкратце, он впал в тоску, утратил аппетит, затем утратил сон, утратил силы, а там из легкого расстройства впал в тяжелое, в котором бушуют на горе всем. Вы тех же мыслей? Да, правдоподобно. Назовите случай, когда бы утверждал я это так, а был по-иному. Не припорно. Я это дам от этого отсечь, что прав и ныне, с нитью путеводной я под землей на правду доберусь. Как это нам проверить? Очень просто. Он бродит тут часами напролёт по галереи. Совершенно верно. Я дочь ему подкину в этот час, а мы вдвоём за занавеску станем. Увидите их встречу. Если он не любит дочи, не с любви ревнулся, я больше не сановника держу за ежий двор. Ну что ж, подоблюдаем. Дочи, возьми для вида книгу, чтение оправдает укромность места. Все мы хороши. Святым лицом и внешним благочестием при случае и чёрта самого обсахарем. О, это слишком верно. Он этим как ремнём меня огрел. Ведь щёки шлюхи, если снять румяна, не так ужасны, как мои дела под красными словами. О, как тяжко. Близко, отойдёмте, государь. Быть или не быть? Вот в чём вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Умереть? Забыться? И всё. И знать, что этот сон – предел сердечных мук и тысячи решений, присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться. Сном забыться. Уснуть. И видеть сны. Вот в чём секрет. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот где заглостка, вот что удлиняет несчастье в нашем жизни на столько лет. А то кто смёс дурь? Унижение века, позор гонения, выходки глупца, отринутую страсть, молчание права, надменность власти мучих и судьбу больших заслуг перед судом ничтожеств. Когда так просто сводят все концы, удар кинжалом. Кто бы согласился, кряхтя под ножей жизнами плестись, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла воли. Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так малодушничает наша мысль и гонит, как цветок, решимость наша бесплодие устойного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех, а проведление долгом. Но тише. Офелия, отрада. Поменимая грехи в своих маленьких мимфах. Принц, были ли вы здоровы это время? Спасибо, я здоров. Здоров, здоров. Принц, у меня от вас есть подношения. Я вам давно хотела их вернуть. Вот, нате их. Да нет, с какой же стати? Я в жизни ничего вам дарил. Дарили принц, вы знаете, прекрасно, с придачей певучих нежных слов, их ценность умножавших. Так как запах их выдохся, возьмите их назад. Порядочные девушки не ценят, когда им дарят, а потом изменят. Пожалуйста. Ах, такую порядочную девушку. Милор. И вы хороши собой. Что разумеет ваша милость. То, что если вы порядочные и хороши собой, в вашей порядочности нечего делать с вашей красотой. Разве для красоты не лучшая спутница порядочная? Ну, конечно. И скорее красота стащит порядочность в омок, нежели порядочность исправит красоту. Прежде это считалось парадоксом. А теперь доказано. Я вас любил когда-то. Действительно, принц, не верилась. А не надо было верить. Сколько не прививай нам, добродетели, грешного духа из нас не выкурить. Я не любил вас. Тем более я обманулась. Ступай в обители. К чему владеть грешник? Сам я сносный нравственности, но и у меня столько всего, чем побрякнуть себя, что лучше бы моя мать не рожала меня. Я очень горд, мстителен, самолюбив. И в моем распоряжении больше гадостей, чем мысли, чтобы этих гадостей обтупать, фантазии, чтобы облечь их в плоть и времени, чтобы их исполнить. Какого дьявола, типа, вроде меня толпулся между небом и землёй? Все мы кругом обманщики. Не верь никому из нас. Ступай добро в обители. Где твой отец? Дома, милорд. Надо забирать за ним покрепче, чтобы он разыграл дурака только с домашнего. Иди с миром. Святые силы, помогите ему. Если пойдёшь замуж, вот проклятие тебе в преданное. Будь непорочно, как лёд и чиста, как снег, не уйти тебе от клеветы. Затворись в обители, говорят тебе, иди с миром. А если тебе непременно надо мужа, выходи за глупого. Слишком уж знают, умно, и каких чудищ вы из них делаете. В обитель говорят тебе. И не откладывай. Прощай. Силы небесные, исцелите его. Наслышался и про вашу живопись. Бог дал вам одно лицо, а вы себе другое. И наек и хвостом, и ножкой, и языком, и всякую божью тварь обзовёт по-своему. Но во что ни пустится, всё это одна святая невинность. Нет, шалейши. Довольно. На этом я спятил. Никаких свадеб. Кто уже женат, и дай им Бог здоровья. Кроме одного. Остальные пусть обходятся по-прежнему. У вас в обитель. Какой большой характер сокрушённый. Меч витязя, замашки дипломата. Слог мудреца, наш праздник, цвет надежд. Законодатель вкусов и приличий, их зеркало. Всё в дребезге. Всё, всё. А я? Кто я, беднейшая женщина, с недавним мёдом клят его в душе? Теперь, когда могучий этот разум, как колокол надбитый, дребезжит, а юношеский облик бесподобный, изборождён безумием. Боже мой, куда всё скрылось? Что передо мной? Любовь? Он поглощён совсем не ею. К тому же, хоть связи нет в его словах, в них нет безумия. Он не то леет по тёмным уголкам своей души, высиживая что-то поопаснее. Свирепый пир, чьи чёрные доспехи и мрак души напоминали ночь, когда лежал он в конском чреве, теперь закрасил чёрный цвет герба, ещё страшнейшим став мясного цвета. Теперь он с ног до головы в крови, мужей, жёны, сыновей и дочек, запёкшийся в жару горящих стен, которые изменнически светят врагам хозяев, в кровяной коре, дыша огнём и злобый пир безбожный, карбункулами выкатив глаза, Бриама ищет. Продолжайте сами. Ей-богу, хорошо, милор, с хорошей детьцией и чувством мира. Вдруг он видит старца, он грекам не угроза, ветхий меч, дрожа в руках, летит с размаха на земь. Неравной силы подбегает пир, с плеча замахиваясь напрямо, но патриарха уж и свист клинка сметает с ног. И тут как бы от боли стена дворца, пылая до венцов, сгибается и грохотом обвала глушит убийцу. Меч над стариком как замахнулись, так и застывает, как бы вонзившись, воздух на лету. С минуту, как убийца на картине, стоит, забывшись, без движения пир, руки не опуская. Но, как бывает часто, перед бурей, беззвучны выси, стали облака, нет ветра, и земля, как смерть, притихла. Откуда ни возьмись, внезапный гром, раскалывает местность, так очнувшись, тем яростнее возжаждал крови пир, и вряд ли молот в кузнице циклопов. Заковкой лад для Марса плющил сталь, бесчувственней, чем пиров, меч кровавый, пал напрямо. Блудишь, фортуна, дайте ей отставку, ободья, отнимите колесо, разбейте обод, выломайте спицы, и круглый вал скатите с облаков. Что? В тар-тарары? Слишком длинно. Это пошли цириуми вместе с вашей бородой. Продолжай, прошу тебя. Для него существуют только балеты и сальные анекдоты, а от прочего он засыпает. Продолжай. Перейдите кури. Но кто б увидел рваную царицу? Рваную царицу? Хорошо. Рваную царицу? Хорошо. Гося слезами пламя, босиком, она металась с тряпкой на затылке взамен венца и обмотавший стан, иссушенный родами, одеялом случившимся в руках. Кто б увидал ее в тот миг, не удержавший яду, фортуну бы позором заклянил? А если б боги сами подсмотрели, как потешался над царицей пир, кромсая перед нею тело мужа, то если чувство им не чуждо, вопль, который вырвался у ней, слезами б наполнил жаркие глаза небес и взволновал бессмертных. Смотрите, он изменился в лице и весь в слезах. Пожалуйста, довольны. Хорошо. Остальное доскажешь после. Почтей, Ниши, посмотрите, чтобы об актерах хорошо позаботились. Вы, слышите, пообходительнее с ними, потому что они краткий обзор нашего времени. Лучше иметь вам скверную надпись на гробнице, чем дурных, ниже дурных хозов при жизни. Принц, я обойдусь с ними по заслугам. Нет, лучше, чтобы вас, черт по образу, безнейший. Если обходиться с каждым по заслугам, кто уйдет от порки? Обойдитесь с ними в меру вашего собственного достоинства. Чем меньше у них заслуг, тем больше и будет у вашей щедрости. Проводите. Пойдемте, господа. Идите за ним, друзья. Завтра у нас представление. Скажи, старый друг, вы можете высыграть убийство Кондрата? Да, милорд. Поставь это завтра вечером. Скажи, можно ли в случае надобности заучить кусок строк в 12-16, который бы я сочинил и вставил? Можно? Да, милорд. Превосходно. Ступай за тем господином, досмотри, не перепразднивай его. Какой же я холоп и негодяй. Не страшно ли, что актер проезжий этот фантазии для сочиненных чувств так подчинил мечте свое сознание, что сходит кровь со щек его, глаза туманят слезы, цепенеет облик, слабеет голос, и во всем черты той выдумки. А для чего в итоге? Из-за Гекубы. Что он, Гекубе? Что ему, Гекуба? А он рыдает. Что бы он натворил, будь у него такой же повод к страсти, как у меня? Он сцену утопил в слезах и расшатал бы речью своды, и свол был бы виноватого в сумах, потряс бы правого, смутил невежду, и зрение бы, и слух поверг вопраг, а я, тупой, жалкий выродок, слоняюсь с сонливой лени и ни о себе не заикнусь, ни пальцем не ударю, для короля, чью жизни власть смели так подло. Что же я, трус? Кому угодно сказать мне дерзость. Съедет по башке, как мальчику прочесть нороволучение, взять за нос, обозвать меня лжецом, заведомо безвинно. Кто охотник? Смелее, получение распишут. Не желчь моей печотки голубиной. Позор не злит меня, а то давно я выкинул стервятником на сало труп халуя. Блудливый шарлатан, кровавый, лживый, злой, сластолюбивый. И омщение. Ах, я осел, но это ж красота. Я сын отца убитого. На общение меня призвали от рай, а я, как проститутка, трачусь в излияниях и душу сквернословьем отвожу, как судомойка. Черт, проснись, мой мозг. Я где-то слышал, что люди с темным прошлым, находясь на представлении, сходном по завязке, ошеломлялись живостью игры и сами сознавались в злодеяниях. Убийство выдает себя без слов, хоть и молчит. Я поручу актерам сыграть пред дядей вещь по образцу отцовой смерти. Послежу за дядей. Возьмет ли за живое? Если да, я знаю, как мне быть. Может, статься? Тот дух был дьявол. Дьявол мог принять любимый образ. Может быть, лукавый, расчел, как я устал и удручен, и пользуется этим мне на погибе. Мне на гибе нужны улики поверни моих. Я этой пьесы, если план мой верен, прощуплю совесть короля на вере. Пьеса изображает убийство, совершенное в Вене. Имя герцога Гонзагер, его жена Баптиста. Вы сейчас увидите, это припакостнейшая проделка, но нам-то что с того? Ваше величество и нас, с нашей чистой совестью, это не касается. Пусть кляча кидает задом, если зашибла. Наши кости в порядке. Это некто Луциан, племяне короля. Вы хорошо заменяете хор, милор. Я бы мог быть пояснителем между вами и вашей зазнобой, если бы только эти куклы попались не в луке. Вастрый, принц, вастрый. Он пришлось бы постанать, чтобы притупить меня. Сейчас отчеству не легче. Как замужество. Он отравляет его в саду, чтобы завладеть его престолом. Имя герцога Гонзагер. История существует отдельно изложенная отборным итальянским языком. Сейчас вы увидите, как убийца достигает любви с жены Гонзага. Король встает, испугался хлопушки. Что с его величеством? Прервите пьесу. Посветите мне, скорей на воздух. Огня, огня, огня. Пусть раненный олень ревет, а уцелевший скачет. Где спят, а где ночной отход. Кому штурок назначат? О, Горацио, тысячу фунтов за каждое слово призрака. Ты заметил? Еще бы, принципе. Когда заиграли отравление. Я с него глаз не спускал. А ну, а ну музыку. Ну-ка, флейтисты. Раз королю неинтересна пьеса, нет для него не значит. Интерес. Благослови вас Бог, сэр. Милорд, королева желает поговорить с вами и немедленно. Видите вы вон-то облако в форме верблюда? Ей-богу, вижу. И действительно, не дать не взять верблюда. По-моему, оно смахивает на хорька. Правильно, спинка хорьковая. Или как у кита. Совершенно, как у кита. Ну, так я сейчас приду к матушке. Они сговорились, мне с ума сговорились. Я сейчас приду. Я так и должен. Шутка сказать сейчас. Теперь пора ночного колдовства. Скрипят гроба и дышит ад заразой. Сейчас я мог бы бить живую кровь и на дела, способен, от которых отпряну днем. И так нас мать звала без зверства сердца. Что бы ни случилось души нейронов, грудь мне не вселяй. Я буду строг, но не бесчеловечий. Речами и с кинжалю, не рукой. Уста мои прощаю вам притворство. Куда б слова не завели в бреду, я в исполнении их не приведу. Он к матери пошел в обучивальню. Подслушаю, пойду-ка за ковром. Хотя она и даст ему острастку, но, ваша правда, мать тут не судья, она лицеприятна. Не мешала, чтобы был при этом кто-нибудь другой. И в них был. До свидания, государь мой. С разведки этой я еще притесном вам закляну. Благодарю вас, друг Рой. Грехом моим воняет до небес. На нем печать древнейшего проклятия, убийства брата. Жаждаю горю, всем сердцем рвусь и не могу молиться. Он молится. Какой удобный миг. Удар мечом, и он стрелую к небу, и я отмщен. Отмщен ли? Разберем. Меня отца лишает проходимец, а я как сын его за это шлю в небесный рай. Да это ведь награда, а не ищение. Вина тяжели тяжести души. Как бы служа двум поприщем, не знаю, какое предпочесть и не всхожу ни на одно. Когда под братской крови раздуло эту руку волдырем. Нет, разве и тогда дождя у Бога, умыть ее, как снег. То и добро, что не боится встречи с преступлением, то и молитв двойная власть, что нас хранит от зла. А если мы споткнемся, прощение добывает. Выше взор я пал, чтоб встать. Какими же словами молиться тут? Прости убийство мне? Нет, так нельзя. Я не вернул добычи. Со мной все то, зачем я убивал. Моя корона, край и королев. Отец погиб с раздутым животом, весь вспучившись, как май от грешных соков. Бог весть, какой еще за это спрос? Ну, по всему, наверное, немалый. Отмщение ли это, если негодяй испустит дух, когда он чист от скверны и весь готов к далекому пути? Нет. За что прощать того, кто тверд в грехе? У нас не редкость, правда, что преступник грозится пальцем в золотых перстнях, и самые плоды его злодейства есть откуп от законности. Не то там, наверху, там в подлинности голой, лежат деяния наши беспрекрас. И мы должны на очной ставке с прошлым держать ответ. Так что же, как мне быть? Покаяться? Раскаяние всесильно. Но что, когда и кается нельзя? Какой тупик! О, грудь, чернее смерти! О, лужа, где барахта из душа все глубже вязнет! Ангелы, на помощь! Назад мой меч до боли страшной встречи! Когда он будет в гневе или пьян, в объятиях сна или нечистой неги, пылу азарта, с бранью на устах и чем-нибудь, что только не к спасенью, тогда подбросил ногами вверх, чтоб кубарем он весь черный от порогов упал он в ад. Но мать злова, по царству отсрочка это лишь, а не лекарство. Слова поряд, а чувства книзу гнут, а в вышних слов без чувств не признают. Он к вам идет, к стене его прижмите, пусть опуздает выходки свои. Скажите, вы с собой заслонили и его откажете. Я забьюсь в угол, пожалуйста, покручься. Мама! Мама! Не бойтесь, положитесь на меня, он, кажется, идет, вам надо скрыться. Ну, матушка, чем я могу служить? Зачем отца тоскольняешь дамы? Зачем отца вы оскорбили мать? Ты отвечаешь, матери как не очень. Вы спрашиваете, как лицемер. Что это значит? Что вам надо? Ты помнишь, кто я? Помню, вот вам крест. Вы королева в браке с братом мужа и к моему прискорбью мать моя. Так пусть с тобой поговорят другие. Не с места, сядьте, я вас не пущу. Что ты задумал? Я зеркало поставлю перед вами, где вы увидите насквозь. Что ты задумал? Он меня заколет. Не подходи. Спасите. Караул! Ах так, тут крысы на паре. Готово. убит. Что ты наделал? Разве там стоял король? Какое беззастенчивое зверство. Не больше, чем убийство короля и обручение с деверем, миледи. Убийство короля? Да, леди, да. Прощай, вертлявый, глупый хлопотун. Тебя я слышал, спутал, вот в чем он говорит. Ты видишь, суетливость не к добру, а вы садитесь. Рук ломать не надо, я сердце вам сломаю, если все же оно из бьющегося материала и пагубные навыки не сплошь его от жизни в бронзу заковали. Что я такого сделала, чтобы мной так полыкать? Вы сделали такое, что угошает искренности стыд, шельмует правду, выступает сыпью над белым лбу нетронутой любви и превращает брачные обеты в торг игроков. Вы совершили то, что обездушивает соглашение и делает пустым набором слов обряды церкви. Небеса краснеют и своды мира хмулись, смотрят вниз, как в судный день чуть вспомнят ваш поступок. Нельзя ли узнать, в чем дело существо, которому так громко предисловие? Вот два изображения. Вот и вот. На этих двух портретах лица братьев. Смотрите, сколько прелести в одном. Лоб, как у Зевса. Кудри Аполлона. Взгляд Марса. Гордый, наводящий страх. Пропорции Меркурия с посланием слетающего на земь с облаков. Собрание качеств, в каждом из которых печать какого-либо божества, как бы во славу человека. Это ваш первый муж, а это ваш второй. Как колос, зараженный спройнёй в соседстве с чистым. Где у вас глаза? Как вы спустились с этих горных пастбищ к таким карманам? На что у вас глаза? Не слово про любовь. Влета, как ваши живут не бурями, а головой. А где та голова, что бы променяла того на этого? Вы не без чувств? А то б не шевелились. Значит, чувства в поречии. Ведь тут и маниак не мог бы просчитаться. Не бывает, чтобы в бреду не оставался смысл таких различий. Так какой же дьявол? Средь белой дня вас в животе обыграл. Глаза глухонемого, слух слепого, нюх круглого калеки, орган чувств чуть теплящихся. Не дали бы маху так очевидно. О, стыд! Где твой румянец? От страстей, когда ты так могуч во вдовьем теле, как девственности быть с ее огнем. Пускай как воск растает. Нет позора в разнузданности от избытка сил. Когда лед пылает и рассудок турманит в волю. Гамлет, перестань! Ты повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду черные угри и нечем вывести. Валяться в сале, продавленной кровати, утопать в испарении порока, наслаждаясь среди навоза. Гамлет, пощади! Твои слова, как острия кинжалов, режут слух. С убийцей! И с котом, не стоящим одной двухсотой доли того, что тот. С петрушкой в королях, с карманником на царстве. Он завидел венец на полке, взял из-под кишка и вылез под полою. Гамлет, сжарься! Со святочной фитюлькою! Под ваши крылья, ангелы небес, что ваше со статной царственности надо? О, горе, с ним припадут. Лениться и сына вы пришли журить, что дни идут, а он под злую руку приказов ваших страшных не свершил? Не правда ли? Цель моего прихода вдумать жизнь в твою почти остывшую готовность. Но оглянись на мать. В ней столбня. Стань между ней и тем, что в ней. Ужасна власть сильных чувств над слабыми душой. Скажи ей что-нибудь. Что с вами, Ленина? Нет, что с тобой? Ты смотришь в пустоту, толкуешь громко с воздухом бесплотно и пялишь одичалые глаза, как сонные солдаты по тревоге взлетают вверх концы твоих волос и строятся на вытяжку. О, сын мой, огонь болезни надо остужать невозмутимостью. Чем полом взор твой? Да им же, им! Смотрите, как он бел. Смерть страшная его, и эта бледность растрогая бы камень. Отвернись. Твои глаза мне душу раздирают, она рыхлеет, твердость чувств сдаёт. Я готов лить слёзы вместо крови. С кем говоришь ты? Как вам не видать? Нет, ничего. Лишь то, что пред глазами. И не слыхать? Лишь наши голоса. Да вот же он! Туда, туда, взгляните! Отец мой, совершенно как живой. Вы видите, скользит и в дверь уходит. Всё это плод твоих больных мозгов. По части духов белая горячка, большой вкусник. Белая горячка? Мой пульс, как ваш, отсчитывает так, и так же бодрый. Нет нарушений смысла в моих словах. Переспросите вновь. Я повторю их, а больной не мог бы. Во имя Бога бросьте ваш бальзам. Не тешьтесь мыслью, будто всё несчастье не в ваших шашнях, а в моих мозгах. Такая мазь затянет рану коркой, а скрытый гной вам выяс всё внутри. Вам надо исповедаться. Покайтесь, садегида, мастерегитесь впредь. Из сорных трав не множьте удобрения. Прошу простить меня за правоту, как в наше время просит добродетель прощения порока за добро, которое она ему приносит. Отгамнет сердце, рвётся пополам. Вы расстаньтесь с худшей половиной, чтобы пользоваться лучше, тем полнее. Спокойной ночи. Не ходите к дяде. Нет совести. Прикиньтесь, будто есть привычка. Этот враг живого чувства кое в чём и друг. В лечении доброты мы можем сами пристраститься к благу, разнашивая нравственный уклад, как новый плащ. Сегодня воздержитесь, и завтра будет легче устоять. И что ни ночь, что легче, всё и легче. Повторность изменяет вид вещей. Черки смиряют или изгоняют, ещё раз доброй ночи. А когда сподобитесь благословиться сами, меня благословите. А о нём о человеке этому сожалею. Но видно так с уделения небеса, чтобы он был мной, а я был им наказан и стал бы их карающей рукой. Я тело уберу и сам отвечу за эту кровь. Ещё раз в том же сон. Из жалости я должен быть суровым. Несчастья начались, готовьтесь к новым. Ещё два слова. Что ж теперь мне делать? То лишь не то, что я сейчас скажу. Вас поманил король, вы с ним ложитесь в одну постель, он мышкой вас зовёт, щекочет, гладит мерзкую рукой, а и вы по странной слепоте души, в гугаре поцелуев, признаётесь, что не сошёл с ума я, но блажу из хитрости. Не правда ли занятно? Венчаная красавица с умом, и рядом не топырь и кот и жаба. Как тут против соблазна устоять? На злоуму и совести взберитесь с корзинкой на кровельный карниз, пустите птиц и в подражании стаи, как обезьяна в басне, бросьтесь вниз и, пробуя летать, сломайте шею. Венчаная красавица, я и забыла, ведь решила. Вот мне кого бы сбыть теперь подальше. Стащу-ка все нити потроха. Итак, спокойной ночи. А советник действительно и присмирил исток, а в жизни был болтливый сорок. Ну, милый мой, пора о вас подумать. Спокойной ночи. Кровавая проделка эта гамлет заставит нас для целости, тварей, молниеносно сбыть тебя отсюда. Изволь спешить. Корабль у берегов паду попутный ветер и команда ждет-не дождется в Англию отплыть. Как? В Англию? Да, в Англию. Прекрасно. Так хэп сказал, знай наши мысли ты. Я вижу хирургима, видящего них. Ну что ж, айда в Англию. Прощайте. Дорогая матушка. Дорогой отец, хочешь ты сказать, гамлетый? Нет. Мать. Отец и мать, муж и жена. А муж и жена это плотиедина, значит все равно прощайте в Англию. Значит в Англию. Вот как. И если, Англия, мою любовь, ты ценишь так, как я заставить в силе, а твой рубец от датского меча еще горит, и ты благоговейно нам платишь дань, не думай обойти прямую букву моего приказа, которым тайно гамлета тебе я в руки отдаю на убиение. Исполни это, Англия, как жар горячки он в крови моей клокочет. Избавь меня от этого огня, пока он жив, нет жизни для меня. Где Даня, красави королева? Что вам, Афелик? А почем я отвечу вашего дружка? Шлык полоника на нем странника крюка. Шлык полоника на нем странника крюка. Голубушка, что значит эта песня? Да ну вас, вот я дальше вам спою. Помер леди, помер он, помер только слег. В головах зеленый дрог камушек пунок. В головах зеленый дрог камушек пунок. Послушайте, Афелия. Да ну вас. Белый саван, белый дроз, деревца в цвету. Вот горе-то, взгляните на меня. И лицо поднять от слез мне не в моготу. И лицо поднять от слез мне не в моготу. Как вам живется, милочка моя? Хорошо, награди вас Бог. Говорят, сова была раньше дочкой-пекарем. Вот и знаю после этого, что нас ожидает. Благослови Бог вашу правую зону. Воображаемый разговор с отцом. Об этом не надо распространяться. Но если бы вас спросили, что это значит, скажите. С рассвета Валентина в день я продерусь к дверям. И у окна согласия дам быть Валентиной вам. И у окна согласия дам быть Валентиной вам. Остал, оделся от вербей и девушка хвала. Из теплого его угла не девушка и ушла. Из теплого его угла не девушка и ушла. Афелия, косатка. Вот, не побожай, сейчас хочешь. Какая гадость сладу нет, стоит погуда свет. Вот так и буду делать вред по молодости лет. Вот так и буду делать вред по молодости лет. при тем косну меня валить просили вы руки. А вы отвечаете. Я обошелся по-любски, не будь вы так легкий. Я обошелся по-любски, не будь вы так легкий. Давно это с ней? Надеюсь, все к лучшему. Надо быть терпеливой, но не могу не плакать, как подумаю, что его положили в сурую землю. Надо известись брату. Спасибо за доброе участие. Поворачивай моя карета. Спокойной ночи, леди. Спокойной ночи, дорогие леди. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Скорее вслед, смотреть за нею в оба. Вот я глубокий скорбь. Вся беда в ее отца кончине. Ах, Гертруда, повадятся печали, так идут не вразь, а валом. Главное несчастье ее отец и ваш изгнанник сын, кругом повинной ссылки на чужбину, затем народ. Вся муть всплыла со дна, и все редит и судит о кончине полония. Напрасно мы его зарыли в Тихановку. Третье горе, Афелия, в той спячке чувств, когда мы лишь изображение или зверя. Но вер всего. Из Франции тайком Лаэрт приехал, держится по воде, живет малой и верит болтунам, а те ему все уши прожужжали про смерть отца. Виновных не найти, за что собак на нас и будут вешать, кому не лень. Все это как картечь по мне Гертруда шпарит отовсюду. Что это там за шум? Итак, король презренный, где мой отец? Бестрасть не Лаэрт? Найдись во мне без страсти хоть кровинка, и я внебрачный сын, а те трогать, а мать моя безгрешная достойна климак гулящих здесь, между бровей. Лаэрт, что значит этот бунт гигантов? Оставь Гертруда, он ведь без вреда. Власть короля в таких руках убога, что сколько враг на нас не посягай, руками не достать. Итак, признайся, откуда это бешенство, Лаэрт. Ну что же, отвечай, оставь Гертруда. Где мой отец? Врагу. Ну не король тому виной. Пусть спрашивает в волю, как умер он, но за нас не водить. Ярну все связи и топчу присягу, и подданство к чертям собачьим шлю. Возмездием не пугайте, верьте слову, что тот, что этот свет мне все равно, но будь, что будет, за отца родного я отомщу. А кто вам запретит? Никто, когда моя на это воля. А средства обойдусь и тем, что есть. Не беспокойтесь. Вы б узнать хотели всю поднагодную про смерть отца? А вдруг, узнав, вы в ослеплении мести сметете разом точно кучу карт врага и друга, правых и неправых? Нет лишь врагов. Вы их хотите знать? Да. А друзьям открою я объятия и кровь свою с готовностью пролью, как пеликан. Теперь вы говорите как добрый сын и верный дворянин. Что я в утрате вашей не повинен и сам скорблю. Вам станет дня ясней. Горацио, по прочтении сего устрой, чтобы эти люди попали как-нибудь к королю. У них есть письма к нему. Не были мы и двух дней в море, как сильно вооруженный корсар погнался за нами. Уступая им скорости, мы их атаковали с вынужденной отвагой. При абордаже я перескочил к ним на борт. Но в этот миг корабли расцепились и таким образом я очутился у них единственным пленником. Они обошлись со мной как милосердные разбойники, однако они ведали, что творили. За это я должен буду сослужить им службу. Доставь королю приложенные письма и поспеши ко мне, как ты бежал бы от смерти. Эти добряки доставят тебя к месту моего нахождения. Прощай, твой в чем-то не сомневаешься. Прощай, твой в чем-то не сомневаешься, Гамлет. Ну что еще там? Письма, государь. От Гамлета вот вам, вот королеве. От Гамлета кто подал? Говорят, какие-то матросы. Я не видел ни Аклавдио их дал, а у него из первых рук. Лаярд, хотите слушать? Я вам прочту. Ступайте. Великие и могущественные, узнайте, что я голым возрожден на берег вашего королевства. Завтра я буду просить разрешения пристать перед вашей королевской очереди, заручившись вперед вашим благоволением, изложу обстоятельства моего внезапного еще более странного возвращения. Гамл. Верная подпись. Точный почерк принца. Вот это голым и внизу один с припиской. Что вы скажете на этом? Не знаю сам, но встретиться хочу. Мне легче на душе от предвкушения тех резкостей, что я ему скажу. Ну, если так, зачем же дело стало? Раз так, то все улаживало, Лаэрт. Я буду направлять вас. Что за крики? Ах, это вы, дрожайшая. Несчастье за несчастьем, что ни шаг. Лаэрт, сестрица ваша утонула. Как утонула? Где? Не может быть. Над речкой Ива свесила седую листу в поток. Сюда она пришла гирлянды блестя из лютика крапивы, купав и цвета с красным хохолком, который пастухи зовут так грубо, а девушки ногтями мертвеца. Вот розмарин, это для памятливости. Возьмите, дружок, и помните. А это о лютины глазки, это чтоб думать. Ей травмами увидеть хотелось июнь, взялась за суп, а он и подлонись. И как была скобной цветных трофеев, она потом обучилась. Вот укропля вас, вот водозбор, вот рута, вот несколько стебельков для меня. Ее можно также звать волнородичной травой. В отличие от моей, носите свою как-нибудь по-другому. Сперва ее держало платье, раздуваясь, и как русалку поверх унесло. Она из старых песен что-то пела, как бы неведая своей беды или как существо речной породы. Вот ромашка. Я было хотела дать вам фиалок, но все они завяли, когда умер мой отец. Говорят, у него был легкий конец. Роман родной и вся радость моя. не 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 придет, не не придет, нет помир он и погребет и за тобой черед. Нет помир он и погребет и за тобой черед. Но долго это длиться не могло и вымокшее платье потащило ее от песен старины на гну. Вмуть смерти. Утонула. Утонула. А были снежные белизны его седин волнистых и но помир он и вот за упокой его души молиться мы должны. И за все души христианские Господи помил его. Ну храни вас Бог. Спи с миром. Я тебя мечтала в дом вести жилую гамму. Мечтала покрыть цветами врачную постель анимабилу. Трижды тридцать казней звались втройне на голову того, а чьих злодей твой острый ум затмился. Не надо погодите засыпать. Еще раз заключу ее в объятия. Заваливайте мертвую с живым. На ровном месте взгромоздите гору. Которая превысит пелеон и голубой олим. Кто тут горюет, так выспленно, чьей жалобы раскат, в движении останавливает звезды, как зрителей. К его услугам я, принц гамлет датский. Чтоб тебя нечистый. Разнять их. Гамлет, гамлет. Господа, спокойней. Соперничество это, согласен я оружием разрешить, и не уймусь, пока мигают веки. Соперничество, сын мой? Я любил Офелию и сорок тысяч братьев, и вся любовь их не чета моей. Скажи, на что ты в честь ее способен? Он вне себя. Не трогайте его. Я знать хочу, на что бы ты пустился. Рыдал, рвал платье, дрался, голодал, пил уксус, крокодилов ел. Все это могу и я, ты слезы ведь пришел. В могилу прыгать мне на посмеяние, живым зарытым быть могу и я. Ты врал про горы? Миллионы акров нам на курган, чтоб солнце вверх сожгло и в бородавку превратилось в оса. Ты думал глоткой взять? Могу и я. Не кого не троню. Аэрт, откуда эта неприязнь? Мне кажется, когда-то мы дружили. А впрочем, что ж, на свете нет чудес. Как волка не корми, он смотрит в лес. Побудьте с ним, пожалуйста, грацией. Припомните вчерашний разговор и потерпите. Все идет к развязке. С счастливым возвращением в Данию вашего Существа. Благодарю покорно, сэр. Милейший принц, если бы у вашего Высочества нашлось время, я бы вам передал что-то от его величия. Сэр, я это запечатлелил глубоко в душе. Сэр, на днях к здешнему двору прибыл Лаэрт, настоящий джентльмен, полный самых законченных достоинств, обаятельных в обращении и прекрасной народу. Почему прибыли вы этого джентльмена? Я знаю от вас нескрыто совершенства, с каким Лаэрт владеет оружием. По общему убеждению ему в этом не травма. Какое у него оружие? Рапир и кинжал. Оружие двойное. Что же дальше? За вашу жизнь мы выставим заклады. Как человек беспечный и прямой и чуждой махинацией, он не станет рассматривать рапир, и вы легко, чуть изловчаясь, подмените тупую, с предохранением, голой, боевой, из-за отца сквитаетесь. Отличие. Король сэр утверждает, что из 12 схваток его перевес над вами не превысит трех ударов. Он ставит на 9 из 12, это можно было бы немедленно проверить, если бы ваше высочество соблаговолили ответить. А если я отвечу нет? Я хотел сказать, милорд, если вы ответите, согласен. Кое-чем вдобавок смажу острием. Я как-то мазь купил такого свойства, что если смазать нож и колукнуть, то всякий умирает от пореза, и не спасти от смерти ни травой, ни лучшими припарками подлунной. Я ей рапиру может быть натру, его довольно будет оцарапать, и он погиб. Сэр, я буду прогуливаться по залу, если его величеству угодно, сейчас время моего отдыха. Пусть принесут трапиры. Если молодой человек согласен, и король останется при своем намерении, я достараюсь, если смогу, выиграть его парень. Если же нет, мне достанутся только стыд и не отбитый противника. Поручаю себя в своей преданности вашему высочеству. Часть имею, часть имею. обдумаем полнее, какие могут ждать нас вероятели. Допустим, план наш белой ниткой шит и рухнет или выйдет весь наружу. Как быть тогда? Нам надо взамен иметь другое что-нибудь в запасе. Постойте, я смекну. Вы проиграете заклад, милон. Не думаю. С тех пор, как он уехал во Францию, я постоянно упражнялся, а тут еще льгота в моей пользе. Я выигрываю, но не поверишь, как он в хорошем душе у меня очень устоя. Нет, как же, добрейший принц. Совершенные глупости и вместе с тем предчувствие, которое остановило бы женщину. Если у вас душа не на месте, слушайтесь ее. Я пойду к ним навстречу и предупрежу, что вам не по себе. Ни в коем случае. Готово. Есть. Ага, мы ставим ценные заклады. Так, так, когда вы разгоритесь от борьбы, для этого я бы участил атаки. На случай, если попросил он пить, поставлю кубок. Только он пригубит, ему конец. Хотя бы он избежал от рады заражения. Надо быть выше суеверия. На все Господня воля, даже в жизни и смерти воробья. Если чему-нибудь суждено случиться сейчас, значит, этого не придется дожидаться. Если не сейчас, все равно этого не виноват. Самое главное быть всегда на готове, раз никто не знает своего смертного часа. Отчего не собраться за благовремя? Лучше будет. Раздайте им рапиры, Озрик. Гамлет, известны вам условия? Да, милорд. Вы ставите на слабость против силы. Неправда, я обоих вас видал. Хоть он искусней додает нам форму. Другую это слишком тяжело. Мне это по руке. Равны ли обе? Да, милорд. Вина сюда на стол. При первом и втором его ударе и отражении третьего палить в честь Гамлета со всех бойниц и спушек. Король его здоровье будет пить. Сейчас в бокал жемчужин он бросит ценнее той, которую в венце четыре датских короля гордились. Подайте кубок мне. Пусть гром летавр разносит трубом, трубы канониром, орудия небу, небеса земле, тост короля за Гамлета. Начнемте. Внимание, судьи, просим не зевать. Готовьтесь. Бьюсь. Удар. Отбито. Судьи. Удар. Удар серьез. За твое здоровье, Гамлет. Жемчужина твоя. Вот твой бокал. Не время пить. Начнемте. Защищайтесь. Опять удар. Не правда ли? Удар не отрицаю. Сын наш побеждает. Дай, Гамлета, ботру тебе лицо. Вот мой платок. Как ты разгорячился. Я королева. Пью за твой успех. О, матушка. Не пей вина, идет руда. Я пить хочу. Прошу, позвольте мне. Бокал с отравой выпила. Пропала. Нет, матушка, мне рано с вами пить. Да, я ботру лицо тебе от пота. А ну, теперь ударю Яну. Едва ли? Как совести все это не противно. На этот раз лает без баловства. Я попрошу вас нападать как надо. Боюсь, вы лишь играете до сих пор. Вы думаете? Ладно. Оба мимо. Так вот же вам. Разнять их так нельзя. Не от сызного. На помощь королеве. Они в крови. Откуда кровь, вилорд? Откуда кровь твоя? Кулик попался. Я ловко сеть его возле красавлял. Его гадилник засвоил коварство. Что с королевой? Обморок простой. Привиди крови. Нет. Неправда гаднет. Питье. Питье. Отправлено. Питье. Средь нас измена. Кто ее виновник? Найти его. Искать недалеко. Ты умерщлен. Спасти тебя нет средства. Все жизни у тебя на полчаса. Улики пред тобой. Рапира эта в отраве и не предохранена. Я гибну сам за подлость и не встану. Нет королевы. Больше не могу. Всему король. Король всему виновник. Как и рапира с ядом, так ступай. Отравленная сталь по назначению. На выручку, друзья. Еще спасение есть. Я только рамен. Так на же самозвание с души губ. Глотай свою жемчужину в растворе. Марш к матери моей. И по делам. Напиток был его изготовление. Ну, честный Гамлет. А теперь давай. Прощу тебя я кровь свою с отцовой. Ты ж мне свою. Прости тебя, Господь. Я тоже вслед. Все кончено. Простимся, королева. Бог с тобой. А вы? Не мы, зрители финала. Ах, если б только время я имел. Но смерть конвойный строгий. И не любит, чтобы медлили. Я столько бы сказал. Да пусть и так. Все кончено, Гораций. Ты жив. Расскажешь правду обо мне, непосвященной. Этого не будет. Я не датчанин. Римлянин, скорее. Здесь я достался. Если ты мужчина, дай кубок мне. Отдай его. Каким бесславием покроюсь я в потомстве, пока не знает истины никто. Будь другом мне и поступить блаженством. Дыши тяжелым воздухом земли. Останься в этом мире и поведай про жизнь мою. Дальнейшее молчание. Благодарю вас. Меня больше всего интересует, увидели ли вы для себя что-то новое в тексте Астернаковского, Астернаковско-Шекспировского Магамы. Но, естественно, можно выходить за границы этой достаточно широкой местовой темы. Ну и, пожалуйста, кто начнет? Дальнейшее молчание. Народ безмолвский. Во-первых, если к нам надо подобрести. И извините нам, прежде всего, за то, что мы... Да ладно, Владимир Владимирович, идите под кадром и говорите, что... Ну, я хотел бы и Италия Романовича поздравить с тем, что... Мне кажется, что он нашел какой-то очень удачный... Во-первых, актерский состав, четвертый вариант, для которого я видел. Получается, что я слишком давно наблюдаю за его творчеством. И каждый раз это тоже эксперимент, и это новые какие-то впечатления. И если говорить про тексты... Я понимаю, что композиционное, это своеобразный такой калаш, да? Это вот очень тоже живой, динамичный... Мы помним в искалах этого камня тогда, да? Вот гипнотизм, ну, скажем так, завораживающий, да? Трансовый какой-то вот. Прям, ну, не знаю, там, психологический театр, не психологический театр. Но, тем не менее, совершенно не кажущийся архаичным спектакль из почти что эпохи... Здесь, слышишь, не пресечения этого пластицизма, да, русского. То есть последний, наверное, на издыхании ничего-то там предраматичного еще не видится. Ну, удивительно, как актеры все, с кем тогда работали, сжились и смогли... Не особо, не спектакль, но спектакль не был, да? Это был именно спектакль на грани, и он был за грани. Это был эксперимент уже 21 века с текстом практически конца 18-го, ну, начала 19-го, но еще 18-го. Здесь есть динамика, здесь есть вещи, которые, конечно, может быть, людям, которые видели постамаковских гаммитов много и часто, может быть, как бы, несколько напрягать и создавать новые какие-то интересные впечатления, да? Мы привыкли к тому, что текст Гамлета, он должен быть створожен, то есть, как самая кровь бедного отца. Гамлета, да, вот он очень должен быть вязким и должен быть таким, скажем, несколько приторможенным. Кстати, вот спектакль с Дэвидом Теннантом, который в 10-м году, нет, в 8-м году был премьерой в Королевском шекспирском театре «Стротор Дина Ивани», как раз больше, может быть, похож на такой подход, динамику, да, на темп, на то, что... Ну, понятно, что это читка, это еще не синическое воплощение, но вот это как бы тоже интересно, да, это по-новому. Зачет текста? Зачет текста сейчас посложнее, конечно, говорить. Эти детали, моменты, да, вот какие-то там, другие слова, они, конечно, тоже несколько удивляют, несколько придают свежесть, если так, честно сказать. Хотя это ведь первый вариант, да? Ну, это не полностью первый вариант, там довольно... Первый вариант взят за основу, но нам пришлось все равно внести несколько существенных поправок по ходу. Работаю там, начиная с упоминаний о бороде у Гамлета и его тучности. Когда определился вот этот состав, пришлось просто и бороду, и тучность. Бороду кликнули. Варианты были. Ну, Костернак это и делал для театра, вот по просьбе Немировича Данченко непосредственно, чтобы театр не зависел от этих указаний. Немирович Данченко мог с вами делать. А, Виталик, да, пожалуйста, мне только с вами Гамлета наконец-то. Да, ну, в общем-то, пока, наверное, это первые впечатления. Но вообще, вот сам пастернаковский перевод, он кажется каким? Устаревшим, классическим, узнаваемым, я не знаю. Ну, я не знаю, это наше счастье, может быть, а не может быть наше счастье. Да, мы все-таки не на оригинале начали читать Шекспира, да, и первый там Гамлет был по сторонам, в всемирной литературе, да, не знаю там. Во всемирке, да, было именно во втором классе. Во втором или в третьем классе, не помню точно, кто вы ее, да? Во втором классе. Да, ну, во втором это было равно, в третьем, значит, да. Мне не повезло, у меня был восьмитровник, там был вазин. Но ты в шесть лет прочитал, да? Да, это тоже, вот с этим тоже повезло, на самом деле. Борзлашевич, по-моему, в пять или в семь лет, в семь лет, по-моему, ему дали Рогаузы Юфро, родители театров. Ну, это у каждого свой путь. Искусство. Да, ну, в медицинском языке мы видим, искусство, с искусством, с искусством. А, значит, с трената, да. Ну, участили абстрагироваться, а то, что ты знаешь мой перевод. Мои студенты, вот, скажем, когда я им просто предложил на выбор обратиться к сайту, пускай выбирает что угодно, а вдруг некоторые, которые, как бы, полюбопытнее, там, из двухсот студентов рекламы, когда у нас много было, да, началось пять девочек, которые ждали мой перевод, и постарайтесь. Но, поскольку, я не знаю, это второй перевод, первый возраст, я помню, там, разница достаточно большая между нами, да, возраст это было, они, как бы, сказали, что твой перевод им понравился. Они хотели бы вот что-то такое. Как раз Бутусовский шоу, там, я не вовчине. Как раз там по-старнаковски перевод, и с учетом первого... Это, кстати, по-старнаковски, вот этот спектакль сделан по книжке с вот этими вариантами. Потому что я-то знаю, что что было только в ней, и больше нигде не было. Да-да-да, это здорово. То есть они кое-что от нее, оттуда включили? Вот они как раз ходили туда тоже, смотрели, но вот, к сожалению, твой гамминг тогда не было, просто аудио, до учителя вдруг, почему-то. В 2010-м... Нет, нет, ну вот хорошо, ну вот ты сейчас видел наш спектакль, вот этот отличается, текст что-то меняет? Ну, динамика восприятия, наверное, как бы. Вот я, честно говоря, что мне вот сильно, ну, я не знаю, понравилось, не понравилось, я еще не могу понять, что меня впечатлили, что как бы мне показалось новую, да? То есть вот это максимально динамичный вариант? Правильно тебя помню? Ну, я не знаю, дальше загонять их, это уже будет... Нет, на данный момент. На данный момент, мне показалось, да, он современен. Он же, это наш современный, что ты вполне... Я не знаю, как там, впечатлили мои коллеги, но... Надеюсь, мы услышим. Спасибо большое еще раз. Спасибо. Ну, пожалуйста. Вот у меня есть вопрос. А... Ну вот, как вы думаете, собственно говоря, Пастернак выполнил задачу, которую пытался ему поставить в Меркоте? Мне кажется, что... И я это... Я просто делаю предположение, да? Что Меркоте что не устраивало до сих пор, да? До того момента, пока он не нашел, как ему кажется, точного переводчика, да? То есть, а если мне не изменяет память, они дружили с Пастернаком, ну, это можно назвать дружиной, потому что это были частые встречи с 29-го года, кажется, да? Я точно помню. А вот, ну, кажется, потому что в 30-й год для Пастернака год абсолютно шекспировский. То есть, вот когда начинаются шекспировские страсти. То есть, сам Меркотт абсолютно очевидно должен был это видеть. Происходят две смерти для Пастернака существенные. Значит, погибает, расстрелян в 30-м году Силлов, человек Пастернаку небезразличный, а он спасает еще его жену от самоубийства, да? И, собственно говоря, ну и Маяковский, да? Смерть Маяковского. То есть, конечно, Мерхольд его наблюдал в этом состоянии и видел в нем что-то такое, вернее, думаю, что в этот момент уже что-то увидел, что позволило ему предположить, что Пастернак может перевести Ганна. Значит, какую задачу он ставил, понятно. Он ставил абсолютно театральную задачу, потому что ему нужен был Гамлет, который, собственно, современные сидящие ему в зале люди будут абсолютно современные, и это будет чувство, которое не требует ну еще какого-то дополнительного перевода там с литературы в театр. Он абсолютно театральный человек. И вот эту театральность он в Гамлете, в Пастернаке, судя по всему, обнаружил. И, видимо, эту задачу ему ставил. Вот мне теперь хочется узнать, когда вы это пробовали, а когда пробуешь на себе, это, по-моему, особенно ощущаешь, услышали ли вы, почувствовали ли вы это, вот попытку перевести на язык действительно времени. Я понимаю, что, может быть, вам время это незнакомо, неизвестно, но живого, непосредственного участия. Вот сами, когда вы это делали, вы чувствовали, вы чувствовали в себе этот нерв гнева, ярости, да, там, ощущение несправедливости, потому что Гамлет, по-моему, впервые в Пастернаке именно таким и предстал. Он не был там сомневающимся, там, декадентским, как его называл там Сталин или еще что-то. Он впервые предстал очень живой и энергичной фигурой, которая решает в пользу быть, да, все-таки, мне кажется, хотя вот и сомнения есть. Вот на себе эту энергетику вы чувствуете, вот ощущаете вы ее, когда вы произносите этот текст. Не случайно мой вопрос. Сейчас не мое должно быть ощущение, а ваш опыт прочтения этого текста. Каков? Или он мешает вам, этот текст? Вы чувствуете, что так уже не говорят, так не надо говорить, уже вы другие, вы же совсем живые, другие люди. Нет, если говорить об этом, то вот лично мне не мешает, наоборот. А что касается, допустим, того времени, нет, я о нем не думаю, потому что этот текст очень актуален и сегодня. Да, да. Вот. Поэтому вот у меня как бы мысли именно в этом направлении идут, потому что вот то, что Гамлет говорит в своем великом монологе, там, вот этот, ну, снес бы унижение века, это же все продолжается и сейчас, поэтому... Нет, ну потому Гамлет так и... Да, да, ну вот поэтому Гамлет и любимый лакомый кусочек. У меня, вот как я говорю, вот мои ощущения, это когда-то так вот. Я скажу так, что когда только начинали мы читать, он не слишком легко давался, вот, но постепенно усвоился, ну, собственно говоря, мы, вы видели, что как бы он не был нам чужим. В общем, да, нет, у меня не было чужим. То есть, как сказать, сказать, что омерзительный текст и большого труда стоило его освоить так, что он по-человечески звучал, нельзя. Замечательно. Ну, просто, вот, уже говорили, что впервые я познакомился с Гамлетом перевод Блазинского, и он мне безумно нравился, и я был от него в восторге. Потом ко мне пришел перевод Пастернета, и я стал сравнивать, боже мой, Блазинского считать невозможно. Вот. Потом очень много мне пришлось работать как актеру с переводом Поплавского. И теперь... Это вообще кошмар. Вот. И теперь, как бы, как бы, Пастернета для меня менее толерантен, чем перевод Поплавского, так что очень сложно говорить. Ну, все-таки востребованность в современном, да, то есть, ну, то есть, вот нам, как говорится... Ну, это субъективно, просто, ну, как бы, с текстом Поплавского я много работал, и я его не читаю, а он и во мне живет. Это другой уровень присвоения, поэтому как можно сравнить? Там, ну, я не знаю, может, ребята, еще что-то скажут, но я, независимо от этого, просто очень любопытный нюанс с Мерхольдом связанный. Мы же точно не знаем, о чем они договаривались, но именно в первом варианте перевода у Пастернака было очень много русизмов под XIX век, и в какой это мере было обговорено с Мерхольдом, в какой-то... от него исходило, от Мерхольда, то есть идея стилизовать сам язык перевода под этот язык, как сам Пастернак писал, до-чеховский. Другой вопрос в самом тексте, это в общем последовательно, мне кажется, Пастернак не провел эту линию, и при всех переделках сравнительно быстро и легко эти русизмы ликвидировал. То есть, на самом деле, вот от попытки стилизовать под XIX век мало что осталось, но... Переделки в переделки. Ваш вопрос еще во мне одну тему зацепил, ведь, конечно, Пастернак писал о своем времени, и не случайно то, что сказал Роман, о монологе Гамрета, который, в смысле монолог, давно это отмечено, очень близок тематически к 66-му сонету, и 66-й сонет ведь Пастернак перевел в это же время, то есть он был опубликован впервые в том же журнале «Молодая гвардия», в котором впервые был опубликован перевод Гамлета. Вопрос вот в чем, в какой мере желание Пастернака сказать что-то о современности сочеталось с его пониманием, что это же нужно как-то камуфлировать. И может быть, вот и все эти стилизаторские приемы под XIX век на самом деле имели задачи их, может быть, был вот этот самый камуфляж, то есть чтобы это не вылезало, чтобы это не было настолько очевидно, для того, чтобы этот текст имел возможность вообще быть опубликован. То есть вот это соотношение, вообще 66-й сонат в этом смысле очень показательное. Его же очень многие переводчики, и в том числе Маршак, естественно, воспринимали как повод для вот такого вот высказывания о современности, с другой стороны, были вынуждены прятать какие-то уж совсем прямые ассоциативные ходы с современностью, чтобы это все-таки было проходимо с точки зрения цензуры. Так что вот этот нюанс, несомненно, Пастернак имел в виду, осознавал, и, так сказать, с учетом этого компонента делал этот перевод. То есть чтобы с одной стороны в нем просматривалось вот это вот ощущение актуальности тех болевых точек, которые он в шекспировском тексте воссоздавал, именно с точки зрения болевых точек своей современности. С другой стороны, это нельзя было выпячивать. Надо было как-то чем-то прикрывать. То есть если сравнивать вот эти варианты перевода, то можно обнаружить намеренное прятание. Я признаться, их не обнаружила. Сейчас сходу по аналогии скажу вам, что... Мне кажется, иногда что он обострял даже. Вот у Маршака в 66-м сонете был неопубликованный вариант, что там... и глупость в маске знатока искусства. Была такая строчечка, да? Ну да. Понятно, что он ее не мог публиковать. И округлил, сделал и глупость в маске мудреца-пророка. Сразу стало все... Ну это маша. Смягин никак. Да. Нет, ну... Эпоха-то одна. Понятно, что... А вот там у Костернака есть же вот такой момент, мы говорили сегодня. Есть же такой вариант, и по-моему, он как раз последний. Я не знаю, я могу, конечно, сильно ошибаться, я все-таки тут не так глубоко в это дело влезала. А где он в этом монологе, какой же я, подлец и негодяй, да, там... А он говорит, а что бы он отворил, будь у него такой же повод к страсти, как у меня. Здесь, по-моему, этого, да... Ваш вопрос заключается в том, насколько нам важны личные мотивы... Нет, 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 нет. Я к тому, что... Вопрос о том, что правда ли он прятал, или наоборот, все-таки в какой-то момент что-то он и обострял. Потому что ведь это уже непосредственно такой же повод к страсти, как у меня. Зал плавал бы слеза. Вот что. Я не увидела, когда я читала вот эти какие-то варианты, я еще раз говорю, что я не так втягивала себя в глубокую, я не видела, что он намерен на это прячь. Вы понимаете, я думаю, что поэт, он не всегда способен сделать то, что он намерен сделать со своим творением. Более того, совершенно почти никогда. Даже поэты пишут стихи. Всегда, как правило, происходит. И пишут они и убежут. Ну да, а вот еще стилизации стихи. Я пишу стихи, и они. Нет, о том, что Пастернак вообще в своей поэзии имел уже к 39-му году колоссальный опыт, так сказать, вроде бы и говорить, а так говорить, что не всякий поймет, и не всякий придерется. Об этом и Аня Клятис Сергеева говорила и писала многое, и другие исследователи. Это настолько было естественно уже к этому моменту, что, конечно, сам текст перевода Гамлета для Пастернака был таким сплавом, сплавом того, что нужно сказать, и того, что может пройти. То есть естественно, что он между этих двух берегов, то есть понятно, что он мог при желании сказать... Да нет, ну и просто он с Гамлет это и заговорил уже сам, по-настоящему уже. То есть он пошел это, то есть это его стало уже... Ну, скажем так, Гамлет, шекспировский Гамлет не был для Пастернака тем, чем для Мандельстама, например, было стихотворение о Сталине. Понимаете? Он не пытался делать это прямым вызовом. Нет, нет, нет. Так это и невозможно. У него было получилось. Это можно было. Ну, такой инвективы не получилось. Спирт добавал такую возможность. Ну, Пастернака просто не получилось. И когда он это пробует делать, как вот в последнем там, Нобелевском, да, и «Я пропал, как зверь в загоне», это не вполне стихи уже. Ну, это другой вопрос. Это вопль, это крикнул. Это другой вопрос о том, что, так сказать, а стихи там уже они поведут. Да. Что ты просчитываешь насчет стилизации? Ну, все-таки Пастернак, если мы все вспомним, к Пушкину с большим пить это относился. Мне кажется, что он задавался вопросом еще, как переводить Шекспира на русский язык. Если бы это были слова, скажем, его словопотребление старосламистов, это была одна была песня, да. потому что он взял за образец еще и пушкинское творчество. Вдохновлялся, может быть, не настолько сильно, как Щепкина-Купетин, которая практически, скажем, свою меру-земеру, практически, ну, половину текста забрала из Анжела поэма Пушкина. Дописала, как Пушкина. Дописала, да. Ну, тут тоже, может быть, надо посмотреть, просто подумать, да, вот такие идеи, хотя, открыто, наверное, он не заявлял, что он наследовал лиру Пушкина, да, как некоторые другие представители серебряного лига. Ну, то, что там была связь такая же, точно, пастернант Шекспира, пастернант Шекспира. отсюда его тоже обожала Пушкина, но у него совсем другая лира. Абсолютно. С Пушкиным гумблестующая. поэтому она нам неинтересна, если бы это подражание было. Это продолжание традиции, но переосмысление в своем личном творчестве, мне кажется, здесь есть вот этот сюжет. Вообще, применительно к пастернаговскому переводу Гамлета надо иметь в виду, что это его первый опыт перевода Шекспира. Причем... Шекспира драматически. Ну, крупная вещь, да, это он две песенки переводил. И очень существенно, что он нащупывал ходы в процессе работы. Он же сам всегда говорил, что он, когда осваивал новый жанр, как он в таких случаях говорил, я какое-то время буду писать плохо. Но Гамлет, трудно об этом тексте сказать, что он написан плохо, но следы вот этих вот поисков, нащупывания различных ходов, они очень заметны. И к сожалению, самое обидное, что у нас нет той рукописи, которую он забраковал как черновик, когда сравнил с переводами другими. и увидел, да, что буквалистский перевод его ничем принципиально не отличается от перевода, ну, прежде всего, лазинского. Язык совершенствовал время до понимания английского языка, он работал надо, въезжал в текст. Ну, самым главным на этом этапе было не более точное понимание текста оригинала, а перефразирование этого на русском языке. Вот в чем заключался второй этап его работы, о чем он потом всегда говорил. Я, как он в письме Морозову писал, что вот меня все упрекают, что я, типа, халтурю, в переводе. Наоборот, я делаю двойную работу. Я сначала перевожу как все, а потом переписываю заново. Как он в другом месте писал, надо из этого сделать русские стихи. Вот когда он, как из этого делать русские стихи, вот это он и нащупывал на Гамлете. И там у него, поскольку это произведение было для него очень личным, и тема Гамлета потом, мы знаем, она выразилась в его лирическом стихотворении, в которое включили, собственно, всю суть романа доктора Живаго в себя вобрало, да, стихотворение Гамлета. Он в том числе вносил и в первой редакции, это очень заметно, очень много библейских мотивов, да, не слуги други, и на том прощайте, вот эти други, чисто библейские, да, они были евангельские, они из, вот отсюда тоже идут, и вот эта разностильность, она в первой редакции особенно заметна, потом он от этой разностильности избавлялся, не по собственной воле, а по требованиям редакторов при каждом переиздании, очень сетов обстоятельства, что ему приходится портить, как он считал собственный текст, но объективно, конечно, текст от переделок становился более гладким и более ровным стилистически, и на самом деле он больше приближался к современному для Пастернака языку в результате всех этих переделок, чем изначально вот на первом этапе было задумано, поэтому в какой мере вот эти эта ориентация на стилизацию под XIX век, на использование каких-то евангельских аллюзий, в какой мере это было главным для работы над этим текстом, очень большой вопрос, то есть Пастернак придавал этому очень большое значение сам, субъективно, а реально при переделках оказалось, что от этого избавиться очень легко и текст в общем стал более целостным, более цельным, поэтому что собственно, вот каково это ядро этого текста и какое место здесь занимают субъективные представления самого поэта на первоначальном этапе, это большой вопрос, а тем более пожеланиями Ирхольда, которых мы не слышали, мы не знаем, как они это формулировали друг к другу. Мы только знаем в воспоминаниях Гладкова, по-моему, есть вариант, который, ну, некий фрагмент этой пьесы, которую он транслировал нам, записав со слов Ирхольдер, какого он видит Габри. А, как спектакль. Как он его обнимает, как для него это не просто призрака. Ну да, об этом несколько докладов делал Алексей Владимирович Мурташев. Ну, это, да. Не поставленный Габри. Ну, Ирина, скажите ваши впечатления. Пацаны, впечатления. Впечатления, ну, так сложно, конечно, сразу мне что-то сформулировать. вы, вот, вы чего-то ждали, то, что вы увидели, оно как соотносится с тем, чего вы ожидали? Ну, наверное, текст вам знаком, вероятно. текст мне знаком, но, в общем, это все. но надо сказать, что я ни одного спектакля по этому тексту по Пастернапскому не видела, не смотрела. Вам повезло. Да. Что вы хотели сказать? Ну, в самом деле, было не так много. И текст везде, в общем, представленный, ну, как минимум, очень частично. У нас тоже частично, но у нас хотя бы не рвется, вот, например, в фильме Козинцева сценарий ведь чем страдает? Что часто рвется фраза на середине. Начинает произносить и хоп, и уже не важно. Там доиграют. Ну, может, и доиграют, но ткань перечевая-то все-таки рваться не должна. Поэтому о том, как звучит текст пастернаковский, а постановок-то было немного. Но есть запись, аудиозапись любимого спектакля с Высоцкого, она очень любопытна. Но говорить о том, что там представлен текст перевода пастернак, в общем, как-то язык не поворачивается, потому что там, ну, текст там совсем не главный. И даже у Высоцкого, который по своей манере скорее декламирует, особенно монологи, чем играет. Вот. У Высоцкого есть очень сильные места, но не в монолог. Вот. То, что сделали в этом самом в Амхате, в Амхате на основе пастернаковского перевода, ну, у меня тоже такое ощущение, что спектакль интересен чем угодно, но не тем текстом, который они при этом произносят. То есть, мне кажется, это спектакль можно смотреть совершенно независимо от того, какие именно слова они говорят. То есть, постановка вообще не основана, по сути, концепция спектакля не основана на тексте перевода. Кажется так. Так что, в общем, это не так-то много и было этих пастернаковских гамлетов именно в постановках. Ну, вот так получилось, что я вообще ни одного не видела. Как-то, то есть, Гамлет только читал, и понятно, что когда ты читаешь, ты читаешь при себя, и тут у меня в первый раз была возможность вообще-то тех, кто слышит. и тем более, что не было, ну, в каком-то смысле декорация, костюмы, даже какая-то сцена выделенная, какой-то подъем, это все отвлекает внимание от самого текста. Здесь просто был чистый текст, я обратил внимание на то, что там есть и звуковые эффекты, сильные, которые внесены самим пастернаком. То есть, очень хорошо аллитерация, например, передана в нескольких местах, и отобрать ее в нескольких налог на это внимание. Так что, очень интересно, да, и спасибо, так что, всем, за знакомство с текстом, еще одно, потому что, когда читаешь книгу, это совершенно абсолютно другое впечатление, нежели слышать текст. И в целом, наверное, еще я подумала, что работа переводчика, художественная литература, она вообще во многом схожа с работой актера, поскольку и то, и другое, это перевод, ну, в одном случае, на язык, на котором люди говорят, в другом случае, на язык сценический. И вот здесь вот какое-то соприкосновение этих двух искусств произошло. Спасибо. Спасибо. Владимир.